Доброго времени суток! Ввиду занятости процессом отправки культур и изготовлением пакетов образцов, послушаем сегодня тоже такой интересный разговор на тему сушеных грибов, а именно сушеной вешенки. Одним из продуктов переработки вешенки может быть грибной порошок. Такой интересный у нас диалог получился с Олегом, который мне перезвонил. Послушайте наш диалог, больше так и нечего добавить. Большинство звонков, которые касаются именно грибного порошка, люди, которые звонят, они почему-то начинают всегда издалека. Да, спрашивают с вопросами, например, меня интересуют поставки порошка в размере 100 кг, 200 кг, 500 кг. То есть, скорее они пробивают коммерческую почву. И поиск где-то своих каналов, куда реализовать избытки вешенки. То есть, или есть желание вырабатывать вешенку в избытке, но нужно найти место, куда же ее девать. Если будет больше, например, перерабатывать ее порошок и в дальнейшем этот порошок куда-то реализовывать. Но как найти именно вот этот рынок реализации порошка, мы вот обсуждали в этом ролике. Там в середине будет такой интересный поворот, когда мы все-таки поняли друг друга, в чем суть была вопроса. Но в любом случае, материал очень интересный, очень полезный. И в нем я, в принципе, высказал полностью все свое видение, вот вообще проблематики вопроса сушеной вешенки и грибного порошка. Так что давайте заодно я возобновлю памяти этот разговор, очень такой вот содержательный, и заодно поделюсь с вами. Так что приятного вам просмотра, я займусь своими делами в это время, а вы смотрите, слушайте. Алло, алло, да, слышно меня? Да, да, да. Значит, смотрите, я вам дам сейчас у Коли какие-то такие ориентиры, как вот расчет вести. Смотрите, значит, ну возьмем грубо розницу сейчас, то есть опт на вешенку, допустим, 20 гривен. Ну это там для просто перасчета. Ну реально, скорее всего, опт может быть даже и меньше, 17-16 гривен. Ну вот в данный момент, да. Вот. Для изготовления одного килограмма сушеной вешенки и порошка необходимо, где-то приблизительно в зависимости от содержания влаги, 13-14 килограмм мокрой вешенки. Алло. Понятно. Да, 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 да. Да, 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 да. Теперь вот так на скидку просто быстро умножаем. 20 килограмм на 10, то есть 20 гривен, то есть умножаем на 10 килограмм, это уже 200, да, и плюс 5 килограмм, это 300. Ну выходит в среднем само сырье для получения одного килограмма сушеной вешенки, самого сырья где-то нужно на 200, 200 сколько там, 40 гривен, да? Ну приблизительно 50, да. Ну 250, грубо говоря. Это не считая вообще ничего, это просто самого сырья. Плюс, по-моему, ему нужно добавить хранение, тару, плюс выслушивание, плюс какую-то, ну, прибыль там надо еще какую-то добавить, получить. Ну, не считая. Ну да, и вот получается в среднем, ну, этот порошок, я так себе думаю, чтобы реалистично он имел бы значение, ну, где-то гривен, ну, хотя бы 320. Это такой минимум, такой вот, самый нижний. Понимаете, алло? Да, да, да. Вот, знаешь, получается... Минуточку, для простоты расчетов, кто не ориентируется в курсе гривны, здесь проще будет нам размышлять в долларах, то курс на данный момент, ну, 25 гривен за 1 доллар. То есть 250 гривен это приблизительно 10 долларов, так чтобы вы понимали размер вот цифры, о которых идет речь. Такая ситуация. Значит, таким образом, скорее всего, что на сушку могла бы идти вообще полная некондиция. То есть какой-то отход вообще предприятия, который действительно был бы по самой нижней себестоимости. Ну, допустим, даже не 16, ну, а пусть там хотя бы по 10, это то, что уже, ну, никак на трилавах не может идти. При том, что для получения порошка вешенка, любая там испорченная, заряжавшаяся, не годится, потому что она начинает горчить. Понимаете, в чем дело? То есть это не отбракованная вешенка, которая, чтобы не испортилась, мы ее высушим. На изготовление порошка должен идти качественный гриб. Именно вот качественный. И желательно, чем свежее, тем лучше. Вот. И теперь для измельчения этой вешенки она должна быть абсолютно сухая. Потому что специфика сама, она такая получается, как пенопласт. Ее, то есть, размолоть, если она имеет немножко влаги, почти нереально. Она просто вот такие все шнеки начинает забивать и заклеивать. Понимаете? Она должна была высушена в африку. Вот. Поэтому там влажности должно быть в ней, грубо говоря, ноль. То есть по весу она получается очень много терять. То есть там порядка 14-15 килограмм нужно на водке. И она получается вот такая пластойность. И теперь можно в обратную сторону провести расчет. Если взять вам, например, вам месяц нужно, вот вы говорите, 150 килограмм, да? Нет. Вот. Ну, мы в обратную можем отчитать. 150 килограмм это сухого. Значит, если мы уложим это все дело на, ну, так, на 15 килограмм по мокрой, вот приблизительно столько сырья нужно будет и сушить для того, чтобы вам подготовить, вот и дать такой вот продукт. Ввиду того, что какого-то рыбика и потребления именно сухого порошка нету, никто фактически, понимаете, нужно какие-то мощности, чтобы сушить такое количество порошка, да? Да. Нет. Вот. И нужно помещение для хранения и так дальше. Какая-то целая инфраструктура начинает. А ввиду того, что отсутствует полноценный потребитель, мало кто из предприятий вообще имеет вот в данный момент возможности для того, чтобы сделать такое предложение. Хотя сам продукт, вот украинский производитель, мне там же три года последних звонили производители, которые вот спрашивали, куда же делать вот эту вешенку, которую без бытки нельзя реализовать. Вот выжившись, ну а кому ее реализовать? То есть нету потребления. То есть в любом случае, если применять эту вешенку, это вопрос решимый, но это вопрос времени. Понимаете? Нужно найти все-таки предприятие, как-то с ним договориться, и уже в таком формате, что оно будет это делать. Как там оно подготовит, где оно будет сушить, или это альтернативные какие-то сушки использовать. Где-то в Харькове мне говорили, что используют сушку, но сушка не своя, а кто-то там что-то сушит. Я не знаю, как там параллельно. В общем, вот такая история с сухим порошком. Принципиально, если вам для вкуса нужно, то вообще вешенка, сама вот серая вешенка, обыкновенная, устричная, она имеет, ну не сильно яркие такие грибные вкусовые качества. Вот. Очень выраженные вот именно грибные вкусовые качества имеют, вот розовые вешенки, лимонные вешенки, королевские вешенки. Но опять же-таки гриб экзотический, и на выходе получается в меньшем количестве, чем обыкновенная вешенка. То есть, понятно, он будет вообще по-фантастической. Тогда цене это можно прибыль получить в таком случае, если их реализовывать этот порошок где-то в США. То есть, имеется в виду каких-то пачках типа приправ. Тогда чисто мелкой фасовкой можно получить будет ту прибыль, которую вы производитель хотел бы получить. Вот. Когда вам как продукт, вот ситуацию я вам рисовал в общем-то. Чтобы вы ориентировались вот. А какая средняя цена по порошку от руками? Мне кажется, что даже предложения такого нет. Большого. Вам просто нужно обзвонить в какие-то предприятия, кто бы сделал. И понимаете, если... Вот в чем... Ну, вот это такая вот, как-то, развивка, где получается. Если брать цену меньше... Ну, по сусону... Потому что если брать меньше то, что мы насчитали, там этих 320 гривен, то производителю нет смысла тогда его сушить вообще и заморачиваться над этим. Ну, лучше продать вот свежий гривь там. Сделал, продал и все. И на этом забыл. А получается, если дешевле продавать, то зачем тебе еще в голову морочить? А для того, чтобы получить вот эту прибыль, то выходит цена. Варианты есть. Нужно искать... Ну, китайский где-то есть. Вот китайский там... Ну, насколько я так ориентировочно что-то знаю, где-то в районе он там... Ну, порядка, если не соврать, там 10 долларов. Что-то такое получать. В любом случае, он будет решен. Ну, где его, да. Где его найти как-то все... Ну, и относительно китайское там качество, как его поставить. Опять же, вот-таки, пока его довести и все остальное. Он, скорее всего, выйдет на ту же цену. Просто вы себе подумайте, насколько вам будет вообще выгодно. Вы знаете, Реб, мы вообще... Ну, как мы сейчас... Мы принесем по поводу сушек, Харькова и все. Мы являемся заповедителем сушки. Мы сделали универсальную сушку, которая сейчас... Ну, главное нет, в моей очереди. Так, как же... В больших объемах, вот где-то порядка 350-400 килограмм загрузки. Ага. Вот, уже четвертую сушку делать, инфракрасную сушку с очень маленьким потреблением электроэнергии. Так. И вот вы, как-то, затронули, в Харькове стоит наша сушка при сушке, такие... А, ну, вот, видите. Вы мне задали вопрос, а я так издалека слишком... Да, нет, но дело в том, что мы являемся производителем этих сушек, да, и решили, если у нас появился заказчик, и мы теперь вот прорабатываем вариант, как на нашем оборудовании высушить и получить готовый продукт, потому что, ну, экономия по сушке, это вообще сумасшедшее. Мы сушили, например, сливу. 375 килограмм загрузки, у нас в затрате в час получили 700 килограмм. 700 килограмм. Подождите, я пропустил, что вы сушили? Сливу. Сливу, а, сушу. Да, не обманываю. Вот, теперь... Это все, которое хуже всего сушится. Грибы вообще обалденно сушат, когда на нашей сушке. Я вас понял. Так вы правильным путем идете, товарищи. Вы обратились именно в то место, куда нужно было обратиться, чтобы я был в курсе, что есть такое вот предприятие. Вообще вопрос... Это предприятие... Ну, в войне, в война-борковске? Ну, сейчас как бы такой... Ну, информационный центр находится в Ивана-борковске, а основное предприятие будет Харьковская область. Тут, блин, а... Харьковская, это не грибное дело, нет? Нет, это не грибное дело. Это... Пани Машу. Алло, алло. У нас производство в Харькове. Видите, как у нас тесно что-то получается. Да, очень тесно у нас все получается. Знаете, смотрите, сейчас готовятся мощности и... Ну, как? Готовится помещение, то есть там будет огромнейшее помещение. Одно уже есть, а одно сейчас вот доделывается, чтобы... Я пока вам не скажу, я напишу ваш номер телефона, мы будем так... Ну, как... На 5 будет. Да, я ваш номер обязательно сохраню, потому что... Ну, есть интерес. А мне попадалось, что в Комсомольской области это не там, вы, нет? Нет, нет, нет. Хотя, где-то мне попадалось, в интернете, что там есть уже производство. Нет, сейчас пока производства нету, сейчас вот идут и, ну, окончание строительных работ. Вот готовится помещение под лабораторию, и как только оно закончится, вот мы приступаем уже к работе. А грязное помещение там тысячи квадратных метров, уже есть. Вот, нужно сырье для того, чтобы производить вот грязь в полном объеме. Ну, вы завышите вот мой телефон, вот этот, который я позвонил. Меня зовут Александр Ильич. Олег Александрович, очень приятно. Да, это вы мне наоборот. Это ПАО ГРУП. Очень... ПАО, ПАО, ПАО ЗАНОЛИСТИЧНОГО ПЬЯТЬ МЕНЯ. ПАО ГРУП. Так, теперь я так понял, у вас вот эти сушки, вы, в смысле, вы их изготоваете, или они у вас уже есть? То есть можно использовать, как, ну, для того, для сушки вот грибов, да, для этого продукта? ПАО ГРУП. Ну, в нашем личном пользовании, в нашем личном есть, ну, такие сушки до 100 килограмм. Мы большие себе люди вот. Есть маленькие, там где-то килограмма 25, ну, по это позаблюсь, я не говорю. Угу. Ну, и в общем, ГОЛОС. Да-да. В общем и целом, еще, ну, такой вопрос вы можете сказать, ну, например, а вот та же сушка, ну, порядка так, ну, 100 килограмм, ну, немножко маловато, ну, например, килограмм вот, ну, 200, да? Вот если оборудование так, в общем и целом, скажем так, если есть помещение, ну, допустим, оно есть такое, как нужно. Вот поставить вот это оборудование, вот чтобы работало вот это шутка, сколько это стоит в деньгах? Да, я понял. Давайте так, я вам, выниму на мой телефон в гости свой сайт. Угу. Или на телефон на адрес, на телефон на адрес. Да, я вброшу. А я вам вышлю фотографии, дожатки, и вышло описание, характеристики. Ну, ориентировочно, вот на скидку, ну, то есть, не суток, ну, я понимаю, это очень обширный вопрос, но можно же так... Ну, на 100 килограмм, на 100 килограмм, где-то порядка, 120-130 тысяч гривен, это так. 120-130 тысяч гривен, это, подождите, это если разделить на, на сколько, на 25, ну, в долларах, это, в долларах меня интересует, это сколько? Ну, где-то... Четыре? Да. Ну, четыре-четыре. Около пяти тысяч, получается. Около пяти тысяч, да? Ну, вот уже сориентировались какой-то стоимости вот этого. Хорошо. Ну, по потреблению по киловаттам получается, где-то порядка восьми киловатт. Восемь киловатт? Ну, то есть, это относительно альтернативных, те, что, например, там, на ТЭНах, или еще на чем-то, это как? Как соотносят... Это у нас, на пример, это на 2, на 39 на 2, на 38 лотков. На 38 лотков, лотков 500 на 600. Я понял. Теперь скажите мне, я не ориентируюсь в этом вопросе таких параметров. Я не делал сушение камер. Меня интересует вот такой вопрос. Как это соотносится, вот вы, какое-то, как сказать, такое новшество? У вас инфракрасная, вот, в принципе, да? Инфракрасная сушка, да. Если сушка не инфракрасная, а какая-то там, вот, у предыдущих поколений, то она сколько будет, вот, ну, по, как сказать, по энергозатратам? По энергозатратам? Да. Ну, возьмем, давайте вот так. Лампочка накаривания, вот, и леча, например, и, например, лампочка там, вот, 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 как сейчас, вот такие, на кристалл. Я понял. Смотрите, я понял. Для сравнения, на следующий, у нас один килограмм выпадения влаги, чтобы выпадить килограмм воды, да? Так. У нас запракает, это порядка 0,4-0,5 киловатра, то есть, ну, 500 ватт. Так. А вот, любые дуги, все сушки идут где-то один и два аппаратироваться, то есть, в три раза энергопотребление меньше. То есть, в три раза энергопотребление в таком случае меньше. Да, вот. Это первое. Второе, мы сушим при низких температурах, 30-40 градусов. Ну, это очень важно. Это очень важно, особенно, понимаете, для, если речь идет вообще о лечебных грибах, ну, например, вот, рейши, шуитаки, то тут это ключевой момент, вообще, сушение именно на низких температурах, 30-40 градусов, потому что там киноза. Да, это там, она и называется низкокемпературная сушка. Угу. Потому что принцип сушки идет, влага, ну, продукт, влага, сушка у нас происходит изнутри наружу. Все сушки, кондиционные сушки, горячий воздух нагревает камеру, нагревает продукт, и потом вода нагревается, начинает выходить продукт. Так. У нас происходит совсем наоборот. вот у нас инфракрасный луч пропадает в продукт, молекула воды начинает возбуждаться и выходит изнутри в кухне. При этом мы не нагреваем конструкцию, мы не нагреваем воздух, тут совсем другой принцип сушки. Ну, то есть, в цемпле этого действия вот в 4 раза намного выше. Правильно, да. Да, то есть, не нужно обогревать, там, печку делать, вот, а мы обогреваем эти самые сушение продукты на АТО, там, и морковку, и капусту, и буряк, и все, и все. Ну, эффект, конечно, сумасшедший. Воду потом бросаешь, через 2-3 минуты у тебя во рту натуральная продукция опять набирает и вкусовые качества все сохраняется, цвет, вкус, все. Отлично, отлично. Хорошо, я вас понял. Сейчас, секундочку, давайте, давайте. Производство у нас находится этих сушек в Харькове. В Харькове и в Ровно два города. Теперь, скажите мне еще раз, я запишу просто ваш номер, как вас зовут? Олег Александрович. Олег Александрович. Я технический директор. Александрович, и предприятие ваше? ПАО, ПАО, Аналитичное объединение. ПАО ГРУП. Палевно-энергетичное объединение? Да, ПАО ГРУП. Палевно-энергетичное объединение. ПАО ГРУП. Спасибо вам за информацию. Пока я в таком полезном сильно вам ничего не могу сказать, нужно будет вот это все подумать. Я сброшу вас в свой электронный адрес, вы туда отправьте, если у вас какие-то есть там прайсы и что-то, все такое. Ну и если будет рациональная болезненная информация, то мы с вами сможем созвонить. Да, я боюсь, и у Харьков, сколько страдает вообще обращение. У нас так? Так, вот на таком интересном моменте закончилось видео. Здесь я показывал мицелий из жидкого, из клеток на жидко-питательной среде. Вот, что такое повырастало. Видите, какие нагналы тут. Ну, вот, именно вот эта упаковка идет на параллельное, интернативное исследование одному хорошему грибоводу, нашему другу. Значит, одно мое мнение, это однобокое такое мнение. Значит, мы делаем альтернативное исследование, отправляем ему вот эту упаковочку, он делает посадку и даст нам свои выводы, которыми я поделюсь вот с вами. И мне будет также полезно узнать точку зрения другого грибовода, другого человека относительно вот этого мицелия. Я думаю, для себя вы множество открыли полезного из этого диалога, вы узнали множество полезного вообще о сушке грибов, о низкотемпературной сушке, о многих вопросах, связанных с этим. Ну, и в принципе, пока добавить больше нечего к этому диалогу, а вы следите за каналом, смотрите следующие публикации, и свои размышления добавляйте в комментариях, не забудьте также ставить лайки. публикации, 一定 не забудьте подписывайтесь на канал. публикацию, чтобы избежать их, не забудьте поднимать. публикацию, публикацию, и и публикацию. Продолжение следует...